что с того что советский союз победил в холодной войне этого просто не могло быть не в том состоянии в каком она была после второй мировой войны когда страна находилась в руинах опустошенный восточный блок нуждался в питании и восстановление ее экономика была несбалансированной сталин вел нацию к застою без надежды на реформы внутри страны в то время как внутри коммунистического блока шла борьба и ресурсы расходовались и неплохо распределены любых изменений после 1945 года было бы просто недостаточно для того чтобы спасти ссср чтобы представить себе реалистичный сценарий при котором советский союз победит в холодной войне нам нужно вернуться к самому основанию советского союза союз был создан после огромных территориальных потерь после которых еще миллионы людей погибли в ходе разрушительной гражданской войны восстановление страны было трудным делом и все это время она была окружена враждебными державами готовыми покончить с молодой нацией что едва не произошло в нашей временной шкале так что по этому сценарию мы начинаем с самого начала с 1917 года в октябре 1917 года произошла русская революция временное правительство было свергнуто и заменено всероссийским съездом советов ленин возглавил новое правительство и было объявлено что большевики обеспечат страдающему народу мир землю и хлеб для принятия конституции было создано собрание и после первых выборов партия ленина стала самой многочисленной укрепив его позиции в молодой нации затем декабре в брест-литовске начались переговоры о заключении сепаратного мира между россией и центральными державами переговоры зашли в тупик когда троцкий руководитель советской делегации принял решение о стратегии ни войны ни мира что же это значило это означало что советы будут откладывать подписание мирного соглашения но при этом больше не будут сопротивляться немцам очевидно что это была глупая идея которая провалилась в наши собственные сроки в этой альтернативной временной шкале ленин сам едет в брест чтобы лично подписать мирное соглашение это вовсе не означает что россия сорвется с крючка советский союз потеряет польшу молдову и страны балтии более того советские власти должны были пообещать не вмешиваться в германские дела в том числе не поддерживать финских коммунистов германия также получила бы экономические уступки если бы советы пообещали посылать в германию украинское зерно и освободить немцев от советских усилий по национализации но вскоре после подписания брест литовского мирного договора белые силы начнут организовываться против большевиков при поддержке со всего мира однако несмотря на эту иностранную поддержку белое движение было дезорганизовано и деморализовано и было неясно в чем заключались их цели или как продвигаться вперед и сотрудничать в этой альтернативной временной шкале советы быстро восстанавливают южный фронт казнив там белого командира который отпустил нас на нашей временной шкале и продолжал создавать проблемы для советов это привело бы к более быстрому развалу южного фронта позволив большевикам сосредоточиться на главной войне в сибири в нашей собственной временной шкале советы попытались разоружить чехословацкий регион что привело к тому что чехословацкий легион захватил транссибирскую магистраль предоставив широкий контроль над большей частью сибири и центральной азии через этот важнейший элемент инфраструктуры тем не менее эту военную катастрофу можно легко предотвратить вместо того чтобы попытаться разоружить чешско-словацкий легион большевики помогли им благополучно вернуться домой, полностью исключив их из гражданской войны. Отсутствие контроля над Транссибирской магистралью губительно для белого движения, поскольку это оставляет белых разделенными и неспособными общаться или формировать эффективное контрправительство. С этого момента Советы просто уничтожают отдельные ячейки белой армии, несмотря на то, что недавно независимая Польша присоединилась к конфликту. Польша добилась бы многих первоначальных успехов, объединившись с украинскими и белорусскими частями белой армии, но как только большевики и большая часть их внутренних фронтов будут уничтожены, они могут начать готовиться к контрнаступлению. Вскоре после этого советские войска вступили в Польшу и Прибалтику, разделив Прибалтику надвое и двинувшись маршем на Варшаву. Советским войскам все же не удалось взять Варшаву, и сейчас их снова оттесняют на север. Но южная группировка войск совершила прорыв, вскоре достигнув самого Кракова. Поляки не могли надеяться защитить всю линию фронта и оба крупных города, поэтому они подали в суд с требованием мира. Граница была перенесена на запад, и после короткой стычки с финнами гражданская война была окончательно закончена победой большевиков. Тогда большевики обратили свой взор на Кавказ, где грузинские и армянские войска все еще борются за независимость как от России, так и от турок. Советы быстро нанесли бы удар вглубь Армении, вынудив растерянных турок согласиться на новую границу и обменяться военной помощью. На этом завершается самая мрачная глава в российской истории. Благодаря их быстрой победе нация стала более неповрежденной, чем в нашей временной шкале, миллионы жизней не были потеряны. А новый Советский Союз стал больше и более способен к самореализации. После окончания гражданской войны наш Союз ни в коем случае не находится в здоровом состоянии. Ленин стал коллегой после того, как его застрелили, но его новая экономическая политика ограниченного капитализма сохраняется. Медленно, но неуклонно Союз начинает восстанавливаться после предыдущего десятилетия конфликта. Но вскоре после того, как Ленин скончался, необходимо найти ему преемника. Но в этой альтернативной временной шкале ответ на этот вопрос ясен. После фиаско в Бреск литовский Троцкий дискредитирован и лишен благодати. Это означает, что практически нет никого, кто мог бы воспротивиться приходу Сталина к власти. Не имея явного соперника в лице Троцкого, Сталин чувствует себя гораздо более уверенно на своем посту, уменьшая сталинскую паранойю чистки. Поскольку нет видной антисталинской фигуры, за которой можно было бы сплотиться. В период с 1925 по 1930 год Сталин проводил жесткую коллективизацию и головокружительные программы индустриализации. Но поскольку гражданская война закончилась быстрее, эти программы начнутся раньше, и у Советов появится гораздо более прочная отправная точка для начала этих программ. А затем Сталин упразднит Советский Союз. На его месте он основал бы Российскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику. А в чем же разница? В нашей временной шкале Советский Союз представлял собой совокупность республик, каждая из которых обладала автономией и местным чувством национальности. В этой альтернативной временной шкале существует только одна Советская Республика, Россия, а все остальные просто поглощены ею. Почему это так важно? Потому что это дает Сталину больше полномочий управлять Союзом из Москвы вместо того, чтобы уравновешивать республики друг против друга, облегчая задачу управления. Но не все так хорошо обстоит в России. До сих пор существуют гулаги, коллективизация, голод, суровые условия жизни и многое другое. Но усилия по индустриализации увенчались огромным успехом, даже большим, чем в наши дни. Кроме того, мы уберем убийство Сергея Кирова, которое послужило серьезным спусковым крючком для сталинской бюргеризации нашей временной шкалы. Объединить это с отсутствием Троцкого, и масштаб сталинской бюргеризации будет не сравним ни с чем. На ранних стадиях гражданской войны в Китае Сталину предстояло принять трудное решение. Чан Кайши контролировал большую часть Китая, но можно ли было доверять ему в том, что он не будет изображать коммунистов? Нет, решает Сталин, положив конец непростому союзу между Гаминьданом и китайскими коммунистами. Это привело к возобновлению гражданской войны, когда коммунисты получили полную поддержку со стороны Советов, добились устойчивых успехов и укрепили свою базу власти на Востоке. Когда японцы вторгаются в Маньчжурию, переговоры между китайскими фракциями возобновляются, но коммунисты сейчас находятся в гораздо более сильном положении. А тем временем в Европе происходит то же самое, что и обычно. Забавный усатый мужчина берет на себя руководство Германии, Италия вторгается в Эфиопию, а в Испании идет гражданская война. Эта гражданская война все равно заканчивается поражением республиканцев. Но Советы действительно заботятся о том, чтобы посылать больше офицеров и советников для приобретения опыта участия в конфликте. Война в Европе сейчас определенно надвигается, и все части выдвигаются на свои позиции. Германия расширяется, Италия все еще мечтает вернуть себе Римскую империю, а Япония все еще вторгается в Китай. Но Советский Союз находится в гораздо более сильном положении. Чисток удалось избежать, и российские вооруженные силы на годы опережают наши собственные сроки, будучи лучше обученными, руководимыми и оснащенными. Сталин сначала попытается создать антигерманскую коалицию с Западом, но когда это не удастся, он все равно подпишет пакт Молотова-Риббентропа с немцами, стремясь избежать войны как можно дольше, пока нация укрепляет себя. Этот альтернативный пакт Молотова-Риббентропа привел бы к тому, что Польша была бы примерно разделена, как это было до Первой мировой войны. А Советский Союз также получил бы полную свободу действий в Финляндии. В соответствии с соглашениями о границе, Советы предоставляли бы ресурсы, а немцы – технологии. Эти условия менее хороши для Германии, чем те, что указаны в нашей временной шкале, но Германии все еще необходимо обезопасить свои восточные границы. И обеспечить советские ресурсы, прежде чем начать войну с Западом. Так вот, в то время как Германия вторгается в Польшу и сражается с союзниками, русские нападают на Финляндию. Финская оборона находится в отчаянном положении, но медленно, но неуклонно финнов отясняют назад. Без какой-либо посторонней помощи финны просто не смогут победить более сильный Советский Союз. Так вот, в 1941 году Финляндия была поглощена Россией. Но затем внезапно немцы вторглись на территорию России. Эти два гиганта сейчас находятся в состоянии войны, и началась Великая Отечественная война. Германия по-прежнему имеет первоначальное преимущество и продвигается вглубь России, но более сильные русские перегруппировались бы и перешли в наступление гораздо раньше. Германия потерпела неудачу практически во всех своих первоначальных целях. Москва, Ленинград и Кавказ по-прежнему находятся далеко за пределами досягаемости. Тем временем немцы несут больше потерь, чем в нашей временной шкале, в то время как русские несут меньше потерь. К тому же с наступлением зимы шансы немцев на победу уже кажутся невеликими. Тем временем Советы начинают свои массированные мобилизационные усилия и готовят свои собственные контрнаступления. Красная армия начинает окружать немецкий центр, окружая все меньше и меньше группы, одновременно отрабатывая более масштабный маневр захвата в Клеще. Этот маневр увенчался большим успехом, и немцы были отброшены назад. Но немцы предпринимают еще одну попытку, пытаясь нанести ущерб советским военным, отказав им в доступе к кавказским нефтяным месторождениям. Однако на данный момент Германии приходится довольствоваться попыткой захватить Крым. Однако самое главное, что им не удалось захватить Севастополь, в результате чего немцы оказались в очень опасном положении. После сокрушительного советского контрнаступления полмиллиона немцев оказались в окружении на юге Украины. До конца войны Советский Союз будет неуклонно продвигаться по территории Украины и Белоруссии, в то время как союзники начнут операцию «Факел», в основном выбрасывая страны оси из Африки. Однако самое главное, что Ромель покинет Африку гораздо раньше, сохранив большую часть своих сил. Советы готовятся к наступлению в Европу в то время как союзники планируют наступление в Италию. Вскоре советские войска войдут в Румынию, что вызовет панику среди союзников Германии, по мере того, как надежда на победу тает. Тем временем союзники вторгаются на Сицилию, но благодаря Румелю битва только за Сицилию занимает несколько месяцев. Советы продолжали наносить удары по слабозащищенным Балканам, вплоть до Греции. Союзники изо всех сил старались продвинуться дальше вглубь Италии, по мере того, как советы входили в Будапешт, Кенигсберг и Варшаву. Теперь союзники опасаются Советской Европы и начали спешно готовиться к вторжению во Францию. Тем временем в Тихом океане японцы все еще наносят удары по Перл-Харбору, но они стараются уничтожить не только корабли, но и склады топлива и доки, ослабляя способность США восстанавливаться. Затем японцы быстро приступают к оккупации Филиппин, но в данном случае сам МакАртур становится жертвой этого вторжения, смещаясь поста высшего американского командующего на Тихоокеанском театре военных действий. Затем японцы продолжили свой успех, сумев потопить два американских авианосца и оккупировав большую часть Юго-Восточной Азии. Воспользовавшись своим преимуществом в военно-морском превосходстве, Япония также захватила острова Медуэй, обеспечив себе безопасность в западной части Тихого океана на обозримое будущее. Всего за шесть месяцев войны японцы потопили почти весь Тихоокеанский флот и захватили большую часть Азии. Действительно ли эти ранние победы гарантируют японцам победу? Это даже близко не так. Япония не может разумно продолжать свои успехи, в то время как США могут медленно восстанавливаться и готовиться к контратаке. Но вот что изменилось, так это американские приоритеты. Японцы теперь представляют собой гораздо более серьезную угрозу, а это означает, что Америка должна меньше сосредотачиваться на Европе и медленнее продвигаться в Азии. В 1944 году союзники бросили все, что у них было, на французское побережье, поскольку Черчилль настаивал на том, чтобы они не переждали штормы. Это была ужасная ошибка. Шторм разрушил воздушную и морскую поддержку вторжения, и любой солдат союзников, который все-таки добрался до берега, был просто уничтожен немцами. К счастью для союзников, их вторжение на юг увенчалось успехом, что сделало его единственной надеждой союзников проникнуть острием копья в Европу. В результате провала операции «День» Дейзенхауэр с позором уходит в отставку. Медленно, но неуклонно союзники приближаются к Германии. В течение нескольких месяцев Советы удерживали ваш Берлин, так же как союзники удерживали ваши Париж и Рим. Вскоре после этого Германская империя рухнула, и Советы поспешили обезопасить все, что находится к востоку от Ирана. Сейчас Советы могут претендовать на гегемонию в Европе, но это еще не все. А затем Советы начнут вторжение на контролируемые Японией территории в Азии, захватив всю Корею и Северный Китай еще до капитуляции Японии. После войны отношения между союзниками и Советским Союзом резко ухудшатся по мере распространения советского влияния на европейский континент. Но вскоре после этого Гражданская война в Китае возобновится. Тем временем Сталин тщательно воздействовал на коммунистическую партию Китая, чтобы гарантировать, что к власти придет не Мао, а советский союзник Ван Мин. Благодаря более выгодным позициям коммунистической партии они выиграли Гражданскую войну даже быстрее, чем в нашей собственной временной шкале. Коммунисты позаботились о том, чтобы вторгнуться на Тайвань как можно раньше, а это означает, что националистам некуда бежать. После Гражданской войны в стране остался только один коммунистический Китай. Видя глобальную катастрофу для капиталистического блока, США быстро укрепили бы свою сферу влияния с помощью альтернативного НАТО. Но вскоре разразилась еще одна катастрофа, когда на выборах в Италии победили коммунисты. Это превратило бы Италию в настоящую временную Югославию, коммунистическую, но не полностью поддерживающую Советский Союз. Если бы не паранойя Сталина, он прожил бы дольше, так как там было бы больше доступных врачей, и у него было бы меньше стресса из-за того, что война шла плохо. Руководство Сталина продолжало править страной до конца 50-х годов, примерно на полдесятилетия дольше, чем в нашей собственной временной шкале. Ближе к концу своего правления в нашей временной шкале Сталин увлекся идеей разработки научной идеологии управления. Он хотел добиться того, чтобы советское население и государственные служащие хорошо разбирались в философии, истории, юриспруденции, экономике. В какой бы области ты ни работал, тебе необходимо было иметь хорошее научное представление об этом. В нашей хронологии событий, прежде чем Сталин смог добиться этого, у него был тяжелый случай смерти. Но в этой альтернативной временной шкале он будет настаивать на проведении этих реформ. Затем Сталин вложит средства в масштабные инфраструктурные проекты, которые были отменены в соответствии с их собственными временными рамками. Строительство трансполярной железной дороги на севере страны обошлось очень дорого, но это позволило северным районам России развиваться. Сталин также вложил бы средства в строительство туннеля, ведущего на Сахалин. Это позволило бы советам легче снабжать этот важный в военном отношении остров, но также позволило бы Сахалину легче интегрироваться в советскую экономику. У Сталина также были планы по созданию зоны международной торговли, свободной от доллара, предложения, охватывающие советский блок, Латинскую Америку, Азию и Африку. Сталин стремился к сотрудничеству в области экономики и науки по всему Третьему миру и с учетом личной заинтересованности Сталина в международной торговле. Советы могли бы попытаться побороться за положение экономической сверхдержавы вместо того, чтобы уступать позиции США. У Сталина также были амбициозные долгосрочные планы по улучшению состояния земель Союза путем посадки лесов и создания ирригационных систем по всему Союзу. Эта система была чрезвычайно успешной, но в эпоху Хрущева ее масштабы были сокращены. Мы не допустим, чтобы в наши сроки произошло то же самое, что привело к повышению урожайности советского сельского хозяйства. Сталин также хотел вложить значительные средства в Центральную Азию, построив Туркменский канал. В рамках этого проекта по всей Центральной Азии будут построены каналы, электростанции и плотины, что откроет регион для будущего развития. В наши сроки этот проект был отменен, но Сталин доведет его до конца, улучшив будущий потенциал Центральной Азии. И, наконец, Сталин хотел развивать внутренний рынок с помощью рабочих кооперативов, добавив ограниченную систему свободного рынка в рамках коммунистической плановой системы. Это было чрезвычайно успешным шагом, придавшим советской экономике некоторую большую гибкость за пределами грубых производственных целей бюрократов. Но затем от старости, болезни и стресса, вызванного управлением такой большой нации в течение долгих трех десятилетий, Сталин должен был умереть. Он оставил после себя сильный СССР, ядерную сверхдержаву, готовую конкурировать с американцами за мировое господство. Но это уже вопрос внутренней политики. А что же происходит на мировой арене? В 1953 году в Иране должна была произойти революция, которая провалилась в нашей хронологии событий с тех пор, как смерть Сталина отвлекла Советский Союз от вмешательства. Если бы Сталин по-прежнему твердо стоял у власти, он вмешался бы и обеспечил создание коммунистического Ирана. По мере того, как в Азии ускоряется процесс деколонизации, Вьетнам раскалывается на Северный и Южный Вьетнам. В скором времени эти два государства вступят в конфликт, в то время как китайцы, находясь под пристальным наблюдением Советов, не стремятся к пограничным конфликтам с Индией. Вместо этого стремясь к более тесным связям с Индией, связывая большую часть Азии с Советами. А тем временем Ван Мин будет заниматься индустриализацией Китая во многом таким же образом, как это делали Советы десятилетия назад, с привлечением советских инвестиций в помощь. Это привело бы к массовым человеческим страданиям, но в то же время позволило бы Китаю встать на путь индустриализации на десятилетия раньше, чем в наши собственные сроки. Так кто же мог бы стать преемником Сталина? Наиболее вероятным кандидатом был бы Маленков. Маленков стремился развивать советскую гражданскую промышленность, сократить партийную бюрократию и выступать за мирное сосуществование с Западом. Кроме того, Маленков в значительной степени продолжал бы курс, установленный Сталиным только с более мягкой стороны. Миланков также основал бы организацию, объединяющую коммунистическую Европу воедино в организацию, подобную ЕС. Это также позволило бы избежать Хрущева, который поспешил с либерализацией, вызвав недовольство у себя дома и в других коммунистических государствах. Одновременно усилив коррупцию внутри партии и разрушив ограниченный свободный рынок, созданный Сталином. Итак, сейчас мы вступаем в 60-е годы, когда холодная война действительно начинает разгораться по-настоящему. В связи с деколонизацией Африки совет директоров готов к глобальной борьбе за власть. Ключевой страной, которую нужно контролировать, является Конго, одна из самых жестких стран с точки зрения ресурсов. И поэтому Советы будут вкладывать значительные средства в гражданскую войну там, обеспечивая возникновение коммунистического Конго. В Европе, контролируемой Советским Союзом, ситуация в основном похожа на нашу собственную временную шкалу, за исключением Германии. Поскольку Германия намного крупнее, она также является гораздо более крупным игроком внутри Восточного блока. А Советский Союз и Германия вместе взятые являются краеугольными камнями Европы. Восточно-Европейский Союз Маленкова также обеспечит гораздо более тесную интеграцию Европы с доступом как к Средиземному, так и к Атлантическому океанам. В целом, Советский блок более тесно интегрирован и экономически сильнее. Так чем же же занимается Америка в это время? По большей части все происходит так же, как и в нашей временной шкале. В связи с быстрым распространением коммунизма в Евразии США начинают панически бояться. Они вмешиваются во Вьетнам и увязают в этом почти так же, как в нашей собственной временной шкале. Но тогда Кеннеди пережил бы убийство. Это означало бы, что нет никакого мученика за закон о гражданских правах и при активной советской поддержке групп, выступающих против истеблишмента в США. Республиканцы рассматривают этот закон как превышение полномочий федерального уровня, решительно выступая против него, гражданская нестабильность в США начинает нарастать. Тем временем космическая гонка проходит почти так же, как и в нашей собственной временной шкале, за исключением финала. После того, как Советы захватили Вернера у Брауна, они значительно продвинулись вперед в области ракетных технологий, достигнув первого места на Луне, что еще больше деморализует США. При маленкове дела в Союзе идут лучше, но советская экономика все еще имеет некоторые фундаментальные недостатки. У нас есть два предложения по решению этой проблемы. Децентрализация или автоматизация. В наше время Советы предприняли попытку децентрализации, которая позволила бы передать больше денег в руки рабочих и компаний, а не государства. Что было довольно непопулярно среди государственного аппарата. Более богатые граждане также начали требовать больше товаров, что в краткосрочной перспективе привело к еще большему дефициту инфляции, поэтому эти реформы были свернуты вспять. В этой альтернативной временной шкале маленков будет настаивать на оптимизации. Объединение вычислительных систем Союза в единую сеть значительно повысило бы эффективность и простоту процесса планирования для центрального правительства. Внедрение и расширение этой системы поначалу будет происходить медленно, но постепенно она облегчит проблемы советской системы за счет улучшения коммуникации по всему Союзу. Затем, в 1970-е годы, маленков уйдет в отставку, сделав Александра Шелепина лидером профсоюза. Шелепин в дальнейшем позрешит ограниченную частную промышленность, одновременно реформируя КГБ в антикоррупционный институт. Шелепин постарается еще больше распространить коммунизм, продолжая реформировать профсоюз. На протяжении всего этого времени все еще продолжалась жестокая война во Вьетнаме. Американцы послали в страну еще больше солдат, но они все еще опасались возмездия Китая, поэтому никогда не вторгались напрямую на север страны. США хотели бы вложить значительные средства в эту войну, но война становится все более непопулярной, приводя к беспорядкам у себя дома. Особенно по мере того, как в Лаосе и Камбодже вспыхивает коммунистическая революция, становится ясно, что Вьетнам просто невозможно удержать. Новая революция начнется и в Таиланде, что заставит США еще больше активизировать свои усилия в Юго-Восточной Азии, но в конечном итоге они будут вынуждены вообще уйти из региона. Да и в самой Северной и Южной Америке дела обстоят неважно. Несмотря на усилия ЦРУ Куба, Перу и Чили превратились в коммунистов, вселяя в США страх перед тем, что коммунизм может укорениться на их собственном заднем дворе. В Союзе Шелопин будет продолжать работать над интеграцией всей Евразии, продвигая единую валюту от Германии до Кореи, и стремясь распространить свои реформы на другие коммунистические государства. В 70-е годы западный мир начал сотрясать энергетический кризис, поскольку арабо-израильский конфликт заставил арабские государства прекратить поставки нефти в Европу и США. Это привело бы к тому, что США активизировали бы поставки нефти в Европу, что дало бы им большие экономические рычаги воздействия на европейские государства. Революции в Португальском Мозамбике и Анголе превращают их в союзников СССР. В то время как совместные индийско-советские усилия отделяют Бангладеш от Пакистана в качестве союзника СССР. Хотя США сами по себе все еще более могущественны, чем русские, с точки зрения проецирования силы Советы все чаще выигрывают в Холодной войне. Это приводит к тому, что в США избирают Рональда Рейгана, который обещает исправить ситуацию в экономике с помощью рейгономики. Но прежде чем он успел провести какие-либо реформы, на него было совершено покушение, в результате чего Буш был приведен к присяге в качестве президента. А американские политики были шокированы потерей президента. Тем временем Столопин начинает вкладывать средства в океанский наземно-космический комплекс интегрированной обороны. По сути, советскую версию проекта «Звездные войны» Рейгана нашей временной шкалы. Если этот проект будет успешным, Советы смогут нанести удар по любому ядерному оружию до того, как оно достигнет советской территории. Что, по сути, приведет к взаимному гарантированному уничтожению и даст Советам свободу действий для нанесения удара по Западу ядерным оружием. В то время как Запад ничего не сможет сделать взамен. Это заставило бы Буша вкладывать все больше и больше денег в вооруженные силы США, в то время когда экономика находилась в состоянии стагнации и отчаянно нуждалась в реформах. В результате чего экономическая ситуация только ухудшилась бы. Американская дипломатия достигла бы низшей точки во время Фалклендской войны. Два союзника США, Аргентина и Великобритания, начинают воевать из-за каких-то дурацких островов. США, полагая, что фалклендские острова не представляют собой ничего особенного, оказывают давление на Великобританию, чтобы она отказалась от этих островов. В конце концов, с колониализмом было покончено. Это привело бы к серьезному расколу между Великобританией и нами. Тем временем Советский Союз через Анголу и Мозамбик свергнет режим апартеида в Южной Африке. Именно тогда кубинцы вызвали самый напряженный момент за всю историю Холодной войны. Сделав неожиданный шаг, кубинцы при поддержке Советского Союза присоединились к революции в Панаме, оккупировав Панамский канал. Поскольку обе стороны угрожают ядерной войной, если другая сторона предпримет какие-либо действия, США будут вынуждены уступить канал. Соединенные Штаты на этой временной шкале очень похожи на Советский Союз на нашей временной шкале. Они не способны конкурировать с другой великой державой в военном, экономическом и, самое главное, дипломатическом плане. Нация становится все более параноидальной и радикальной, по мере того, как истеблишмент терпит неудачу на всех фронтах. Но самым решающим моментом в Холодной войне мог бы стать государственный переворот в Мексике. Русским удалось свергнуть мексиканский режим, создав коммунистическое государство на пороге США. США просто не могут смириться с этим и вторгаются в Мексику. Американцы быстро выигрывают обычную войну, но затем Мексика превращается в Новый Вьетнам, где каждый мексиканец может стать потенциальным участником боевых действий противника. Тем временем Советы воспользовались представившейся возможностью, чтобы свергнуть режим Венесуэлы. После этого Шаттлпин уйдет в отставку, а его преемником станет Григорий Романов, который продолжит курс на оптимизацию, борьбу с коррупцией и расширение евразийской интеграции. Победа на выборах во Франции левых сил приведет к тому, что Франция откажется от НАТО, и после этого этот институт в значительной степени распадется. Ныне изолированное западно-германское государство стремится интегрироваться в Восточную Германию, что нанесет мощный удар по проецированию американской мощи в Европу и американскому престижу на мировой арене. На выборах 1998 года другие партии, кроме республиканцев-демократов, добьются успеха, постепенно разрушая двухпартийную систему. В Афганистане все еще будет идти война, и хотя советские войска покажут себя немного лучше, русским все равно будет трудно одержать победу. Поэтому русские решаются на радикальный курс действий. Им нужно выбить Пакистан, главного сторонника афганских повстанцев, из Калии. Советы провоцируют эскалацию индийско-пакистанского конфликта и вторгаются со своих владений в Афганистане. Скоро Пакистан падет, и без каких-либо иностранных банковских услуг Афганистан тоже будет умиротворен. Тем временем отчаявшиеся США достигают международного кризиса. Поддерживаемый Советским Союзом Ирак завоевывает Кувейт, интервенция США в Ливию проваливается, Бразилия избирает дружественного Советскому Союзу Лулу. А американский промышленный аутсорсинг вызывает потрясение среди рабочего класса. Советские власти, вложив средства в оптимизированные системы, быстро разработали нечто близкое к современному интернету. Советская система ОУГОС связывает экономику как по вертикали, так и по горизонтали. Это привело бы к очередному повышению советской эффективности и сокращению масштабов советской коррупции. Вскоре система ОУГОС будет расширена за пределы только России, подключив к этой системе также Восточную Россию и Китай. К концу 90-х годов Советский Союз бесспорно стал доминирующей мировой державой. Рубль является мировой резервной валютой и даже кажется вероятным, что советская экономика в скором времени может обогнать американскую. В 2008 году мы обнаружим, что США находятся в плачевном состоянии. Их экономика находится в состоянии стагнации, все вокруг радикализируется, а правительство США становится все более авторитарным, чтобы сохранить единство нации. Несколько небольших штатов погрязли в долгах, а некоторые более состоятельные штаты рассматривают возможность выхода из состава Союза, чтобы перестать субсидировать более слабое государство. Медленно, но неуклонно сама концепция Америки разрушается по мере того, как этнические, политические, государственные и религиозные различия начинают разделять нацию. Выборы 2012 года станут решающим моментом для США. Главный выбор – это прогрессивный демократ, стремящийся к разрядке отношений с Советами, по сути уступающий глобальной борьбе за власть и сосредоточившийся на внутренних проблемах Америки. В то время как другой кандидат – бескомпромиссный республиканец, стремящийся удвоить усилия по мексиканской интервенции и восстановить американское положение в мире. Помимо этих двух кандидатов, существовали десятки политических партий, оказывавших влияние на отдельные выборы. Хотя ни одна из них не была достаточно крупной, чтобы победить на президентских выборах. При ужасной явке избирателей в 45% республиканцы едва не одержали победу. Голосование и без того было спорным из-за низкой явки избирателей, но когда поступили сообщения о фальсификациях на выборах, страну охватил хаос. Поддерживаемые Советским Союзом актеры на западном побережье захватили правительственные здания, вооруженные организованные ополченцы правого толка на юге. Июта стала первым штатом, официально отделившимся от Союза. К этому моменту Техас уже давно рассматривал возможность получения независимости, поскольку находиться на передовой линии партизанской войны не самое приятное положение. Техас выходит из состава Союза, и несколько близлежащих штатов просят объединить их с ныне независимым Техасом. Новая Англия объединяется под руководством правительства социалиста Берни Сондерса. Наконец-то альтправый режим берет власть во Флориде в свои руки. Правительство Вашингтона объявляет военное положение и заявляет, что все солдаты должны немедленно вернуться в США. Началась вторая гражданская война в США. В суматохе Советы быстро захватили Аляску, незащищенную Тихоокеанскую базу США. Но федеральному правительству не удается стабилизировать ситуацию в стране. В 2014 году будет объявлен пожар мира, который положит конец кровопролитию. Теперь крах Соединенных Штатов стал окончательным и необратимым. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика является единственной сверхдержавой нового века, вступающей в эпоху Советского Союза. Но в то время как первые два года были огромной победой Советов, поскольку Советы пытались интегрировать коммунизм во всем мире, трещины проявлялись и в коммунистическом мире. Константин Ксиомин мог бы стать новым лидером России. Он стал бы отстаивать концепцию Союза Лиссабона и Владивостока, настоящего Союза Советских Социалистических Республик. Но советская система все еще оставалась очень репрессивной, что вызвало большое недовольство этим предложением в более либерально настроенной Европе. Несколько государств поддержали бы этот проект, но без объединяющего врага в лице Америки, многие европейские государства начали осторожно отходить от советского влияния. Особенно Германия, которая практиковала гораздо более синдикалистскую, государственно-капиталистическую модель с гораздо более либеральным обществом. Многие европейские государства, особенно более умеренные и демократические и социалистические, начали объединяться скорее с Германией, чем с Советским Союзом. Точно так же в Восточной Азии китайцы становились все более доминирующими и независимыми от советов, а на Ближнем Востоке Аравии и Турция начали использовать ислам. Как способ дестабилизации советских союзников в регионе. На данный момент в Африке Советский Союз был неоспоримым лидером, но в основном это была бесконечная воронка для советских ресурсов. В то время как лишь очень немногим странам удалось развить экономику, которая могла бы функционировать независимо от прямого советского вмешательства. Но Советский Союз также не мог позволить себе прекратить оказывать помощь Африке, поскольку европейцы и китайцы все чаще предпринимают попытки создать свои собственные базы власти на континенте. И давайте не будем забывать о бывших союзниках США. Несмотря на то, что они значительно слабее, чем когда они были объединены, все государства-правоприемники по-прежнему разделяют общую неприязнь к Советскому Союзу. Даже поддерживаемое Советским Союзом коммунистическое западное побережье протестовало против захвата советскими войсками Гавайских островов на Аляске. Тем временем, по мере того, как США перестают представлять угрозу, южноамериканские штаты постепенно переходят от коммунизма к более демократическому социализму. И даже внутри Советского Союза дела обстоят далеко не идеально. КГБ все больше доминирует над государственными институтами, в то время как даже при наличии вычислительной техники плановая экономика имеет множество недостатков, которые время от времени приводят к дефициту и ошибкам по всему Союзу. Тем временем, все более процветающее советское население все чаще требует все больших и больших прав и свобод, и даже автономии для национальностей в составе России. Но все это является проблемой для будущих советских поколений. На данный момент, несмотря на все свои трудности, социализм завоевал сердца и умы людей на земле, а либеральная демократия и капитализм дискредитированы. Пакс Советика, несмотря на свою хрупкость, доказал свое превосходство над Пакс Американо. Вот и все, что нужно для зрительского сценария Серова. Мне это очень понравилось. Это было чрезвычайно впечатляюще, особенно количество деталей и усилий, вложенных в сценарий. Я сократил примерно на две трети содержания, предоставленные мне сиротам, и сценарий по-прежнему длится более получаса. Меня чрезвычайно впечатляет, с какой детализацией этот сценарий был проработан сиротам. В этом видео ты получил только версию с краткими примечаниями, но отдельные даты имена народа и сражения были описаны и проанализированы. Это было чрезвычайно впечатляюще, и я благодарю Сару за это. Еще раз повторяю, обязательно ознакомьтесь с приведенным ниже описанием полного сценария без купюр. А пока дайте мне знать в комментариях, как, по вашему мнению, будет развиваться дальнейший сценарий. Если вам понравился контент, подумайте о том, чтобы подписываться по крайней мере на одно видео с альтернативной историей каждую неделю. Чтобы помочь видео расти, подумайте о том, чтобы оставить лайк и комментарий, это действительно помогает в борьбе с алгоритмом. Даже простое комментирование чего-то простого, например, привет, значительно помогает видео продвигаться. Еще раз благодарю вас всех за просмотр, и выражаю особую благодарность этим меценатам, которые помогли мне посвятить больше времени и усилий каналу, оказав мне денежную поддержку. Чтобы помочь каналу и получить ранний доступ к видеороликам всякий раз, когда я сам их завершаю, подумайте о том, чтобы поддержать меня там. Еще раз спасибо вам всем за просмотр и до свидания.